Сегодня мы поговорим о деньгах, в первую очередь, об инвестициях именно в деньги. Инвестиции в себя, в какие-то благотворительные штуки и прочее, это все интересно. Но мы будем говорить про инвестиции с точки зрения получения доходности. То есть для того, чтобы именно получать больше денег. Вкладываем, чтобы больше получать. Прежде чем начинать, на всякий случай, если кому интересно по этим QR-кодам, мой инстаграм и телеграм-канал. В телеграм-канале я пишу, соответственно, про всякие вещи, которые не совсем для новичков. Но, тем не менее, если вы в тему уже погружены, интересуетесь инвестициями, то можете подписаться, почитать, там есть интересные штуки. О себе, да? В принципе, я из России и последние годы, уже достаточно приличное количество лет, работал в различных брокерских организациях. То есть это те компании, которые позволяют инвестировать в фондовый рынок. Поэтому сегодня мы затронем обязательно тему инвестиций в ценные бумаги, но также поговорим о всяких других вещах. То есть самая базовая вещь, которую интересует чаще всего большинство людей, это что будет с курсом валют. С курсом тенге, рубля, доллара, ну и так далее. Про это мы, разумеется, затронем. Но, опять же, да, так как мой в целом опыт в основном связан с фондовым рынком, поэтому я буду приводить на него много примеров, и про него тоже будем говорить обязательно. Так, ну для начала, да, есть общее понятие о финансовой грамотности. То есть о таких вещах, как вообще управлять деньгами, как правильно откладывать. На эту тему есть множество курсов, да. Я не хочу прям вдаваться в подробности, что, знаете, там есть базовые правила, что, создайте подушку безопасности, откладывайте там каждый процент с каждого месяца дохода. То есть это все достаточно понятные истины, которые для многих людей невыполнимы. Ввиду их психического, наверное, подхода, состояния, да. Вот есть люди, которые зарплату только получили, и они уже через несколько дней ее потратили почти всю, а дальше пытаются дожить оставшееся там время до следующей зарплаты кое-как на минималах. Ну сразу говорю, для таких людей хорошо подходит автоматическое инвестирование. То есть когда вы просто подписались на какой-то сервис, который автоматически из вас деньги списывает, во что-то вкладывает и без вашего участия. Тогда вам просто будет психологически проще. Но если вы не можете никак побороться с своими минусами психологическими, то есть именно с проблемами того, что вы все тратите, ну в первую очередь обратитесь просто к специалисту, который поможет вам оформить те продукты, которые, в общем, запрещают их, из них деньги выводить и снимать. Это будет такая добровольно-принудительная инвестиция. Но в первую очередь нужно освоить тему финансовой грамотности. То есть как правильно откладывать, как делить свой доход на разные, как говорится, корзины. То есть это мы тратим на жизнь, это мы тратим на большие покупки, это мы откладываем на будущее. В эту тему вдаваться сильно не буду, но надеюсь, что у вас у всех есть уже какая-то база. Важный момент, что достаточно эта тяжелая штука, повторюсь. И многие люди, несмотря на то, что они понимают все это, они не способны это, как сказать, внедрить в свою жизнь. Поэтому это постепенный, поэтапный процесс. То есть здесь есть несколько базовых рекомендаций, да, как можно улучшить свою финансовую грамотность. Я здесь их написал, но в целом, ну давайте просто быстренько пройдемся по некоторым пунктам. С обучением самообразования, я думаю, здесь все понятно. Важный самый момент – это финансовое планирование. То есть что это такое? Это если вы хотите все-таки научиться управлять своими деньгами, первое, с чего стоит начать – это план. То есть вы должны понять, сколько вам денег нужно, на что и когда. То есть если плана у вас нет никакого, то, соответственно, и вы ничего не достигнете, и не сможете накопить ни на что совсем. Например, приведу простой пример. Например, вы хотите купить себе квартиру, да, это самый такой понятный жизненный план. Есть две опции – в ипотеку и не в ипотеку. Допустим, вы в ипотеку не хотите категорически по каким-то сугубо личным причинам. И у вас есть доход, ну я не знаю, давайте в долларах будем говорить, чтобы проще было считать. Например, у вас доход – 3000 долларов. Доход у вас 3000 долларов, то есть хороший доход, на квартиру вроде можно накопить. Соответственно, если квартира стоит, для примера, 100 тысяч долларов, сколько вам нужно времени, чтобы накопить на эту квартиру? Ну, например, мы откладываем, если по 1000 долларов в месяц, нам нужно 100 месяцев. 100 месяцев – это у нас примерно, ну условно округлим 10 лет, да, там инфляция будет, что-то произойдет. Правильно сказал? 10 лет. 10 лет. То есть нужно 10 лет откладывать по 1000 долларов в месяц, чтобы, соответственно, накопить на квартиру вполне недорогую, да, за 100 тысяч долларов – это совсем недорогая квартира. И для себя уже можно подумать хотя бы о том А вообще готов ли я тратить по сути треть своей зарплаты На то, чтобы накопить на эту квартиру Вообще нужна ли она мне То же самое касается с образованием, например, детей Многие у кого есть дети маленькие Они уже задумываются о том, что вот я отправлю ребенка в Америку Чтобы он учился, образование стоит по 200 тысяч долларов в год Соответственно, мне на 5 лет нужен миллион долларов И из этого можно уже построить какой-то план То есть сколько мне нужно сейчас зарабатывать Сколько мне нужно откладывать Под какую доходность И здесь самый важный момент, что нужно адекватно прикидывать цифры То есть просто есть люди, которые думают Ну я зарабатываю 3 тысячи долларов Сейчас я буду 2 тысячи долларов откладывать, на тысячу долларов жить Ну и в реальности получается, что они сталкиваются с тем Что вот вроде пока все нормально А потом нужно в отпуск съездить И там деньги сгорели Нужно внезапно там машина в аварию попала Нужно все поменять, деньги потратились Соседи затопили, нужно ремонт делать Ну и так далее И получается, что в жизнь встраивается целая куча внезапных трат На который мы не рассчитывали И наш план цыпется Поэтому финансовое планирование Это самая важная штука На эту тему есть много приложений Опять же, которые можно скачать По пользе сервисом разных Которые вам в этом помогут Калькулятор Но это, наверное, самый важный пункт Который вообще здесь все есть Ну и еще важный пункт Это про Вот последний Участие в различных встречах, дискуссиях и обсуждениях То есть почему-то так сложилось Что в целом в СНГ не любят обсуждать деньги То есть никто не знает, сколько зарабатывает То есть тема вопросов зарплаты Она вообще какая-то табуированная Никто не знает вообще, кто как живет Объективно Кто-то там раскидывается деньгами А на деле он там выживает как может А кто-то наоборот Вроде внешне выглядит как бедный А на деле у него там миллионы лежат То есть старайтесь находить тех людей С которыми вы можете обсудить эту тему С которыми вы можете побеседовать Хотя бы пусть это будут телеграм-чаты Пусть это будут какие-то онлайн-сообщества Но лучше вживую То есть найдите хотя бы себе Несколько друзей С которыми вы можете обсуждать какие-то ваши инвестиционные стратегии или стратегии о том, как вы распоряжаетесь своими финансами. То есть, наверное, это два самых таких пункта, на которых стоит задуматься, но все остальные тоже, в общем-то, так или иначе важны. Ну, просто для разных людей важны разные пункты. То есть, те, у кого ипотека и кредиты, для них важно разобраться, как работать с долгами. Те, у кого большие доходы, им важнее разобраться, как работать с налогами, например. То есть, у каждого свое. Ну да, коль уж мы заговорили про квартиру, в общем-то, расскажем про то, вообще, стоит ли покупать квартиру. В частности, например, в Алма-Ате. Ну, можно встретить не Алма-Ату, можно встретить любой другой город. Ну, для примера, да, рассмотрим вообще, какие преимущества есть у покупки квартиры. Преимущества, в принципе, они всем очевидны. То есть, это своя земля, квартира, надежно, хорошо. Недостатки тоже, в целом, все очевидны, что мы привязываемся к месту, особенно, если ипотека мы впадаем в некоторую, такая, финансовая зависимость от работодателя, от того, что нас могут уволить. Ну, в общем, все очень и очень становится психологически сложно для многих людей с ипотекой. Это все понятно. Но, что с точки зрения денег? Разумна ли покупка квартиры? Вот кто думает, по-любому у многих была идея такая, что купить квартиру, и сдавать ее, и получать деньги, и на них жить. Вот у кого была такая мысль? Поднимите руку. О, о, какие было прилично. Окей. В общем, такая мысль не работает, сразу вам скажу. Просто она по умолчанию отрицательная. Ну, я не знаю, как в Алма-Ате, но в Москве, например, в частности, доходность от сдачи квартиры в аренду примерно три процента годовых в рублях. То есть, о чем это говорит? Что любой вклад в банки просто открываете, он уже более доходный. Так, то есть, практически любой инвестиционный инструмент выгоднее, чем квартира. С точки зрения именно доходности. У квартиры есть другие плюсы, да, то, что вот она надежна, не отнимут, не сгорит, потому что всякое в жизни происходит. Но, на самом деле, квартира не так уж и надежна. Если посмотреть на историю в более длительной перспективе, люди теряли свои квартиры ничуть не реже, чем люди, которые вкладываются в МНМ, теряли свои деньги. Потому что квартиры могут отобрать, да, ну вот, Россия, Российская империя была, стал Советский Союз, у всех, у кого было жилье, его не стало внезапно. Опять же, квартиру могут, ну, она может сгореть, например, да, это самый простой пример, там, просто разрушится здание, может, землетрясение в Турции недавно прошло, здания нет, да. Ну, там, любые события могут произойти, что квартира станет непригодна. Банально из города могут все уехать. Например, если посмотреть на северные районы, ну, той же России, там квартиры когда-то стоили деньги, а сейчас там квартиры можно купить за 30 тысяч рублей, а то ведь бесплатно вообще получить, потому что все уезжают из этих деревень, в сел, которые никому не нужны, жилье простаивает. И то, что 50 лет назад казалось интересным, сейчас можно сказать абсолютно неинтересным. Ну, и многие думают, что жилье не падает в цене, жилье падает в цене очень сильно. То есть, если посмотреть на стоимость жилья, например, в Алма-Ате или в России, или, в принципе, почти в любой стране СНГ, в долларах, то есть люди смотрят просто обычно на национальной валюте, национальной валюте она кажется, что растет и растет и растет. Если вы посмотрите цены в долларах, окажется, что они стоят примерно на одном уровне. И в реальности недвижимость не дорожает. То есть, если вы купите просто доллары, скорее всего, у вас будет столько же, сколько ваша квартира подорожала. Ну, это, конечно, плюс-минус. Там иногда отличается, но не сильно. Но квартира стоит надежно, действительно. То есть, если сравнивать с кучей других вложений, это надежно. И еще многие любят купить дешевле, продать дороже. Иногда работает, иногда не работает. Это спекуляция. Тут как повезет. На самом деле, часто бывает, что вы купили дороже, а продать не можете просто, потому что никто не хочет покупать. И в итоге вы сидите с этой квартирой годами. Поэтому в реальности, повторюсь еще раз, с точки зрения доходности квартира никуда не годится. Сдавать квартиру в аренду вообще плохая идея. Просто, как сказать, сдавать квартиру в аренду можно только в том случае, если она у вас уже есть откуда-то. А если у вас идея, купите ее, чтобы сдавать, это не работает. Конечно, есть куча схем разных, где квартиры делят там на, где там пятикомнатные квартиры делят на маленькие студии, сдают их постудийно, посуточно. А можно вообще там разбить и сдавать под мероприятия какие-то там отдельно, чуть ли не почасовая плата. Но это бизнес, да, это операционная работа, это занимает кучу времени, и это нельзя никак называть пассивным доходом, то, о чем люди мечтают. Поэтому это совсем, ну, это другая история. Вот. Посмотрим же, какие есть альтернативы вообще покупке квартиры, если мы хотим все-таки во что-то деньги вложить, откуда-то у нас есть. То есть мы, допустим, 33 года копили, накопили эти там 100 тысяч долларов. И вот. Есть варианты. Начнем с пункта номер два. А, это самый простой пункт, это вклады обычные. Вклады, штука на самом деле хорошая. Как бы их ни ругали, эта штука хорошая. Почему? Особенности денег у вас мало. Потому что это ликвидный инструмент. То есть что это значит, что когда вам деньги понадобятся внезапно, вы можете в любой момент эти деньги вытащить оттуда. И это важный пункт. Многие об этом не задумываются, но часто бывает так, что в жизни происходят события, когда деньги нужны. И людям приходится продавать свои квартиры, машины, еще что-то, чтобы просто быстро получить деньги. Вот. Вклад это в целом надежно и достаточно, как сказать, неплохо для именно небольших сумм. И чем сумма у вас больше, тем в целом интерес банковского вклада падает. Почему он падает? Потому что доходности там также низкие. К тому же ставки постоянно меняются. Вот сейчас в семье ставки большие, там 15-16% можно получать. А в следующем году это может быть 10, а может быть и 5. Вот. Золото, да, тоже интересный пункт. Почему-то у некоторых людей есть в голове идея, что надо купить слиток золота и положить его в сейф, и пусть лежит. Идея в реальности неплохая в том случае, если на вас внезапно свалилось откуда-то много денег. Ну, то есть, не знаю, там, лотерею, игры, еще что-то, ну, что-то в общем хорошее произошло, на вас внезапно свалилась куча денег, вы не знаете, куда их девать. И чтобы их просто не прогулять, купить золото, где-нибудь в огороде его закопать и пусть лежит. Идея в целом нормальная. Но в реальности мало у кого так происходит, что куча денег резко внезапно сваливается. Вот. А копить деньги, чтобы купить слиток золота, идея изначально плохая. Вот. Если это не слиток золота, а, например, ювелирные изделия, то эта идея совсем плохая, потому что они стоят примерно в три раза дешевле, чем, ой, в три раза дороже, чем само золото, из которого они сделаны. Ну, и получается, что, а продать их очень сложно. То есть, продавать как лом, это невыгодно, очевидно, сдавать их просто по весу, а продавать их как изделие, ну, практически невозможно. Я не знаю, я вот ни одного человека, если честно, не знаю, кто бы покупал себе бушные ювелирные изделия. Вот. Хотя, может быть, такие есть. Что интересно, я не знаю насчет Казахстана, но в России очень активно многие банки предлагали разные страховые продукты. Называются всякие там НСЖ или накопительное страхование жизни, потом еще какое-то страхование жизни. В общем, разные виды страховых продуктов. В общем, они все плохие. Есть исключения некоторые, когда они нужны. Например, всякие вот эти накопительные страхования жизни, например, до недавнего времени не делилось при разводе. И некоторые люди, которые собирались разводиться, зачастую клали туда очень много денег, разводились, оно не делится, ну, а потом через сколько-то лет, ну, через пять лет оно возвращается обратно тебе. Вот. Ну, то есть, были разные там схемы всякие разные. Или, например, если у вас приставы пытаются отобрать имущество, тоже можно положиться в страховой продукт, и его нельзя забрать. Но в основном, если вы хотите именно вкладываться с точки зрения инвестиций, и вам банки что-то предлагают, скорее всего, это плохие продукты. Исключения бывают, но очень редко. Взаимные фонды и ETF-ы это хороший инструмент. Проблема в том, что в Казахстане не разводится вообще никак, а в России разводится тоже плоховато, а после санкций тоже никак. И поэтому получается, что это инструмент для тех, кто живет в Америке, в Европе, либо в какой-то разной стране, и вы, либо вы имеете гражданство стороны такой европейской условно, и можете открыть там счет. В общем, для этого нужно иметь доступ к западным рынкам. Если доступа к западным рынкам нету, то, наверное, можно это вообще оставить до каких-то определенных времен. Ну, криптовалюта это совсем не инвестиция. Не знаю, есть кто-то такой, кто верит, что криптовалюта это инвестиция, и нужно купить крипту, чтобы прям потом в будущем разбогатеть. Есть один человек, да? Два. Ну, в общем, криптовалюта это спекулятивный актив. Важно это понимать. То есть, это не инвестиция, а это то, что в цене может вырасти, может упасть. Ну, самый такой простой пример, это была тюльпаномания в Голландии, не помню в каком веке, когда стоимость тюльпанов выросла до такой степени, что можно было за одну луковицу купить дом, а потом через год она стоила, как луковица тюльпана. И люди продавали дома, чтобы купить, а через год у нее остались тюльпаны. Ну, хотя бы цветочки остались. И, в общем-то, поэтому, может быть, криптовалюта вырастет, может быть, она рухнет, никто этого не знает, но с точки зрения именно инвестиций, это не инвестиция, это спекуляция. Купить дешевле, продать дороже, либо наоборот купить дороже, продать дешевле. Тут кто как умеет. Фондовый рынок – это такая штука, в которой я работал, про которую буду говорить чуть-чуть дальше. Ну и последний момент – это P2P кредитование и также вложение в бизнес. То есть не в собственный бизнес имеется в виду, а в чужой бизнес. Например, вам вдруг приходит и говорит, мне нужны деньги, займите, не знаю, там, 100 миллионов тенге. Вот. Ну и дальше вы можете рискнуть, можете вложиться, можете не вложиться. Есть разные сервисы, которые предлагают инвестировать в стартапы, которые предлагают давать деньги в долг уже действующему бизнесу. Тут всегда стоит задаться вопросом, почему эти люди не взяли кредит в банке. Вот. Потому что обычно все вот эти пункты, да, которые пир-то-пир кредитования, то есть получение денег от физических лиц, люди занимают деньги под ставку больше, чем в банке. А если им банк не дал денег, значит, наверное, что-то стоит задуматься. Вот. Но если это ваш друг, вы можете спросить у него, почему он банки не берет. Если это кто-то другой, там, какая-то компания, например, часто деньги занимают микрофинансовые организации. Им банки деньги не дают, потому что это, как бы, и так очень рискованно у них там, но в то же время они дают деньги, берут деньги у одних людей, а дают их деньги другим людям под сумасшедшие проценты. И на эту разницу как бы живут. Но готовы ли вы, как сказать, рискнуть всем, чтобы заработать побольше? Ну, может быть. В принципе, можно. Можно, но осторожно. То есть учитывайте, что все может сгореть. Про валюту. В какой валюте хранить деньги? Кто знает ответ на этот вопрос? В разный. В разный, да. В принципе, самый правильный ответ – в разный. То есть диверсификация – это, в принципе, то, чего стоит придерживаться. Но в реальном мире есть, в общем-то, корзина валют, которые основные валюты мировые. Она есть прямо… если загуглите все основные мировые валюты, вам выдаст, в какой пропорции они, в общем-то, являются резервными. То есть какой валюты, какая пропорция. Вы реально можете набрать в такой же валюте, в такой же пропорции. Наоборот, сказал, ну, идею вы поняли. Глобально, в принципе, вы можете купить просто доллар, евро, юань и ту валюту с стороны, в которой вы живете, и вам этого будет достаточно. То есть сильно диверсифицироваться и покупать там какие-нибудь аргентинские песо или там турецкие лиры не стоит. Вот, да. Но в то же время полностью перекладывать все деньги в доллары, может быть, чуть рискованно. Хотя, конечно, доллар показал свою надежность временем, доказал. Но иногда бывает, может, что-то произойти. Важный момент, что не стоит держать все деньги в той валюте, которая исторически показала то, что она все время падает. Да, будь то лиры, рубль, тенге или, не знаю, какой-нибудь вьетнамский донг, или тем более аргентинский там. То есть не стоит покупать такие валюты, которые все время падают. То есть старайтесь купить те валюты, которые, в принципе, показали свою какую-то стабильность. Это первый момент. И второй момент, те, которые ликвидные. То есть если вы купите гонконгских долларов, либо дирхамов, они стабильные в целом, они привязаны к доллару, они суперстабильные. Но с другой стороны, во-первых, где вы их купите, да, а во-вторых, как вы будете менять их обратно на ту валюту, которая вам нужна. И получается, вы будете ненести какие-то транзакционные сдержки, ну, в общем, ничего хорошего. Поэтому в реальности можете выбрать самые основные валюты, которые ликвидны. Ну, то есть находясь в Казахстане, что бы я взял? Я бы взял бы доллар, евро, тенге. В реальности все. Мне даже рубль не нужен, хотя я из России. Потому что, ну, я нахожусь в Казахстане, зачем мне рубль? Мне если рубль не на что тратить. Вот. Так что, в принципе, ну, с валютой в реальности все очень-очень-очень просто. Если кого-то интересует курс валют, да, это такой насущный вопрос, который многих интересует. Что будет с рублем или что будет с тенге? Есть прогнозы центрального банка. Они учитывают ожидания Минфина, траты государства и так далее. Их найти несложно в интернете. И если все посчитать, они все, если в открытом доступе даже считать надо, уже посчитанного другими людьми, вы поймете, какой должен быть там курс, условно, рубль-доллар, чтобы у нас сошелся бюджет в стране в России, да, в частности. Или какой должен быть курс в тенге доллара, чтобы бюджет тоже сошелся, хотя в тенге профицитный баланс, поэтому проблем нет. Ну, мое личное мнение, могу сразу озвучить, что доллар будет ближе к 100, да, то есть он вряд ли будет сильно больше 100 и вряд ли он будет ниже, там, 90. Я ожидаю, что он будет ближе к 100, да, то есть в эту сторону. Скорее всего, 98. 98 рублей, да. Это если мерить с рублями. А если к тенге, тут есть две, кардинально две противоположные, два противоположных мнения, скажем так. Первое мнение, что тенге укрепится. Почему? Потому что на это есть предпосылки определенные. И что может укрепиться там до 400 тенге за доллар. А второе мнение, что из-за того, что очень сильно тенге привязано к рублю, а рубль падает, то тенге полетит вслед за рублем, ну, и, скорее всего, так может произойти, ну, и, соответственно, тоже улетит там на 500, на 550, там, как пойдет. Поэтому мое мнение, да, что если у вас есть лишние деньги, прям их достаточное количество, не зарплата, а просто накопление, которое вы держите, ну, не стоит их не держать, наверное, ни в рублях, ни в тенге, а лучше переведите в какую-то более надежную, стабильную валюту, будь то евро, либо доллар. Доллар мне нравится больше, но это субъективно, можете и в евро держать. Окей, перейдем дальше к фондовому рынку. То есть, что такое фондовый рынок в целом? Здесь написано, у фондовый рынок вообще так называется, в первую очередь, рынок ценных бумаг, то есть, это акции, облигации, векселя и тому подобное. Другие виды инструментов торгуются на других рынках, условно, да, есть рынок деривативов, рынок валютный, рынок товарный, но мы все в кучу здесь запихнули, чтобы просто, одним словом мы назовем все это фондовый рынок. Это не совсем корректно, но просто знайте, что это некорректно, но тем не менее, пусть будет так. Это то, что вы можете купить через инструменты, соответственно, через брокеров различных, включая недвижимость, кстати говоря. Вы можете купить сертификатную недвижимость, например, когда вы, по сути, приобретаете долю недвижимости, но вы ее даже можете не видеть, не знать, где она находится. Причем там они есть открытые, есть закрытые, там чуть-чуть отличаются. Но в первую очередь поговорим про… давайте начнем с облигаций. Это самый такой простой инструмент. То есть, что такое облигация? Вы, когда, например, приходите в банк и открываете там вклад обычный, то есть вы даете банку деньги, по сути, в долг, он эти деньги как-то крутит, кредиты дает, что-то делает о них и возвращает вас проценты. Облигация и идея, по сути, та же самая, только облигации могут привлекать не только банки, а любые, по сути, любой бизнес. Ну, в основном, это крупный бизнес. То есть, вы же не можете дать деньги, скажем, нефтянику, да, там, Казмана и Газу и сказать, верните меня с процентами. Но Казмана и Газ, если ему деньги нужны, он выпускает свои облигации, выпускает их на рынок, люди их покупают и, по сути, получается то же самое. Все эти люди дают ему деньги, а он возвращается с процентами. Главное отличие в том, что здесь ставки могут быть больше, чем в банке, а надежность может быть выше, чем в банке. То есть, например, если вы покупаете облигации, условно, Газпрома, либо какого-нибудь, ну, не знаю, там, многим любимого, там, Тинькофф банка, да? Ну, вложитесь просто на вклад. Что надежнее, то есть, Газпром или Тинькофф банк? Кажется, что это две крупные компании. Но я думаю, любой абсолютно человек понимает, что Газпром это Газпром, вот, а другое это уже что-то другое. И поэтому зачастую надежность инвестиций через покупку облигаций бывает гораздо больше. Но, опять же, да, некоторые люди гонятся за доходностями и покупают облигации странных компаний, которые даже не знают, чем они занимаются. Ну, например, там, вы можете купить облигации компании, не знаю, там, ВУШ. Чем занимается компания ВУШ, кто знает? Самокаты, да. То есть, бизнес растет, все классно, все круто, но это сейчас. Что с ними произойдет через пять лет, да кто его знает, сейчас выйдет какой-нибудь закон? Уже вышел, да. И компания может обанкротиться там через полгода. И все ваши деньги также сгорят, вы ничего не получите, если компания исчезнет. Вот, поэтому, в общем, здесь надо тоже выбирать между с одной стороны надежностью и с другой стороны доходностью. Традиционно, чем у нас компания менее известная, тем доходность у них выше. Чем компания более надежная, тем доходность и ниже. Тут все крайне просто. Вот. Ну, и срок там разный, все чуть отличается. Ну, базовый такой инструмент, он несложный, но доходность там низкий. Многие люди, которые идут на фондовый рынок, когда они слышат, что доходность там будет, не знаю, 10%, не 10%, там 5% в долларах, многие думают, ну, вообще мало. Что за несерьезное, 5% годовых, ни в месяц, ни в день, в год. Несерьезно. А если они слышат, что это там, не знаю, 10% в тенге, они думают, да я лучше отнесу в банк, в Каспий положу на вклад, больше будет доходности. Вот. И поэтому вкладывается во что-то непонятное, где доходности большие, но при этом риски тоже соответствующие. Вот. Второй инструмент – это акции. То есть акции – это доля в компании. То есть что это такое? Компания, когда ей нужен капитал, она выпускает акции. И она продает, по сути, часть своего бизнеса ради того, чтобы привлечь сейчас деньги. Здесь и сейчас. И потом она будущей прибылью делится со всеми акционерами. Если у вас акций очень-очень много, вы имеете право управлять какой-то голос компанией, то есть вы можете реально влиять на саму компанию, на деятельность бизнеса. Вот. Ну, в реальности, так как мы с вами обычные люди, да, у нас нет с вами миллиардов долларов, то мы на бизнес никак не будем влиять. Но мы можем получать дивиденды с этих акций, то есть это прибыль компании, когда она распределяет. И многие любят спекулировать. То есть купить дешевле, продать дороже. Тут идея тоже крайне простая. Например, мы купили акцию, условно, там, компании Apple. У компании все хорошо, она получает прибыль, ее акции растут, вы продаете их дороже. Все, успех. В этом, в принципе, вся идея. Но. В чем весь риск? В том, что многие, опять же, гонятся за очень большими доходностями. И покупают акции не известных больших крупных компаний, там, типа, Apple или Microsoft, а покупают акции компаний, например, ну, не знаю, там, Zoom. Да? Zoom взлетел, хорошо, все знают, все стали пользоваться внезапно. Но он как взлетел, так и упал. То есть кто-то разбогател, кто-то все потерял. Поэтому тут не стоит превращать инвестиции в лотерею и в игру. Здесь многие путают. Самый простой пример. Я когда работал, там была одна сотрудница, она там была, там, заместитель начальника офиса. У нее было 2 миллиона рублей накоплений. Она пришла ко мне и спросила, там, Саш, куда вообще вложиться? Вот у меня дочке сейчас 5 лет, хочу, чтобы на 18 лет, ну, там, накопилась достойная сумма на ее обучение, ну, и вообще, чтобы там что-то сделать, как у 18-летней дочки. Вот. То есть я так прикинул. Ну, ей сейчас 5, будет 18, 13 лет еще есть. А это было как раз в прошлом году, когда, соответственно, санкции начали вводить, весь рынок упал. Ну, я говорю, ну, купи вот Газпром и Сбербанк. Нормально, надежные компании, не обанкротятся, все с ней будет хорошо. И она купила Газпром и Сбербанк. На следующий день она мне снова звонит. Точнее, мы с ней общались в офисе просто. На следующий день она мне звонит. А там очень-очень сильно все летало из-за того, что как раз-таки начались события все эти. Она звонит и говорит, Саш, я 2 миллиона вчера вложила, а сегодня у меня там уже 2 800. День прошел, 800 тысяч. Я ей говорю, подожди, подожди, ты же вкладывалась к 18-летию дочери. Что ты сейчас хочешь? Она говорит, продавать, не продавать, что делать, говори. Поэтому важный момент, да, то есть, ну, нужно следовать своей определенной стратегии. Опять же, есть люди, которые приходят, консультируются, получают какие-то рекомендации. Ну, вначале они им следуют, а через неделю они все уже поменяли, все сделали по-другому. Через месяц они понимают, что почему мы не сделали так, как рекомендовали. Делают все обратно. Но через еще месяц им приходит голову, а вот есть хорошая идея. И, в общем, в итоге, вместо того, чтобы получить там, не знаю, свои 10-20 процентов годовых, они получают в лучшем случае ноль, и это уже успех, если они в плюсе, ну, если они не в минусе. А многие в минусы ходят. Это традиционная такая штука. Поэтому здесь важно быть верным своей стратегии, быть верным себе. Это очень тяжело. То есть, в реальности, чтобы инвестировать в акции, нет вообще ничего тяжелого. С этим справиться. Ну, проводили эксперимент, где обезьяна выбирала кубики, на которые были написаны названия компаний. И собрали портфель обезьяны, и он, в общем, показал очень хороший результат. Вот. Поэтому важно, главное, быть верным себе и не прыгать, не нарушать свою стратегию. В общем-то, все остальные инструменты также можно использовать, но для начала я рекомендую сосредоточиться на первых двух. Все остальные не использовать, пока вы не обретете больше опыта. Здесь написано соотношение риска и доходности. Ну, картинка просто из гугла, поэтому здесь написано ОФЗ. ОФЗ – это облигации федерального займа, российские. То есть, в Казахстане они называются по-другому. Как видите, недвижимость, любимая многими, она далеко не на самом надежном месте. Вот. Но при этом, кстати, написано, что она доходная. На самом деле, она не такая доходная, как вот здесь указано. По доходности она будет на уровне ОФЗ, да, а по риску она будет хуже. И по ликвидности она будет еще хуже. Самая, кстати, еще большая проблема недвижимости – это ликвидность. То есть, если вам понадобится резко забрать, вывести деньги, вам нужно как-то продать. С большим дисконтом придется. Продаваться, чтобы быстро продавать, надо продать с большим дисконтом. Вот. Ну, простой пример. Я просто прочитал его, да, то есть, история какого-то человека из, из этого, из Белгорода. Вот. Он написал, что, как сказать, его диверсификация была очень плохой. Потому что у него, он купил квартиру в Белгороде, купил квартиру маме в Белгороде, купил дачу у него тоже там где-то рядом. Вообще, все у него где-то там, в том районе. И получается, что сейчас он оттуда уехал и все продал. А продал он с очень большим дисконтом. Там дисконт, я не знаю, с каким, но с очень большим. И получается, что все его инвестиции, всю жизнь, что он копил, зарабатывал и вкладывался, все это превратилось, ну, хотя бы не в пыль, уже хорошо, но в сильно меньшую сумму денег. Так, это цитатка про то, что такое биржа. Здесь важно понимать, да, почему от активных к пассивным. Потому что чем больше вы совершаете операций, чем больше суеты вы делаете, во-первых, тем больше вы платите комиссий, потому что каждая операция требует комиссию. А второй момент, тем обычно хуже ваш результат. Ну и, соответственно, через комиссии все утекает к брокерам, которые, в общем-то, на этом и зарабатывают. Брокер – это организация, которая как раз-таки помогает вам с техническим осуществлением торговли. Если вам человек, физическое лицо, говорит, что он брокер, это уже звучит, да, сомнительно, потому что брокер – это юридическое лицо, как человек не может сказать, что я банк. Ну, наверное, есть люди, которые физически, как они, как банки, но, в общем-то, просто учитывайте. Это такая специфика терминологии. Это как раз-таки про стратеги инвестирования. Они относятся ко всем типам активов, включая, в общем-то, ту же недвижимость, включая, дал долг другу, в общем, включая вообще все, кроме инвестиций в себя. Важный момент. Самая популярная стратегия – это называется buy and hold, то есть купил и держи. То есть что это значит? Что мы, когда во что-то вложились, мы не делаем ничего. В реальности стратегия одна из самых эффективных. Важный момент, что здесь надо понимать в этой стратегии, это диверсификация. То есть если вы вкладываетесь и держите прям, ну, прям, не знаю, всю жизнь, вы должны вкладываться в разные виды активов. Не стоит вкладывать все деньги во что-то одно. То есть условно, есть люди, которые несут деньги в пирамиды, да? Это самый такой простой пример. Некоторые пирамиды существуют очень долго и какие-то выплачивают деньги. Даже если вы несете деньги в пирамиды, но вы разнесли их в разные пирамиды, вероятность того, что вы потеряете все, не очень-то большая. А если вы все деньги вложили, даже во что-то очень надежное, например, в, не знаю, например, в, ну, Газпром это такой пример. Сейчас скажу какой-нибудь пример более простой. В компанию Nokia. Была компания, большая, все пользовались, клиенты почти весь мир, все хорошо. Она по-прежнему существует, по-прежнему она есть, она даже, ну, это не маленький бизнес. Только с того момента, как он был на пике, он ужался просто в разы. И все инвесторы, которые в него вкладывались тогда, они до сих пор сидят в минусе. Вот. Но если вы ложитесь во все подряд, в принципе, ваш результат будет хороший. Те люди, которые пытаются найти там будущий Apple, да, что вот мы найдем компанию, которая станет там Apple'ом и вырастет в тысячу раз, они обречены тоже на неудачу. Почему? Потому что никто не знает, какая компания вырастет. И чтобы какая-то, ну, чтобы быть в целом в плюсе, вы просто вкладываетесь в множество компаний. Одна из них выросла в тысячу раз, одна в два раза, какие-то исчезли совсем. Но в итоге усредненно вы будете в каком-то, ну, в каком-то умеренном плюсе. Наверное, это самое главное вот в стратегии Buy and Hold, то, что нужно диверсифицироваться. Вот. Это разные другие виды инвестиций. Про трейдинг. Пункт номер семь. Важный пункт. В интернете очень много рекламы на тему того, что можно зарабатывать на трейдинге, можно с этого жить, и вообще вы разбогатеете, станете успешными, жизнь ваша удастся. Нанесите всего лишь сто долларов, и уже через неделю у вас будет тысяча, а через месяц у вас будет сто тысяч. Ну, идея примерно такая. Трейдинг – это не инвестиции. Тут важно не путать. Трейдинг – это два вида. Это либо работа профессиональная, либо это казино. У большинства людей это казино, разумеется. Соответственно, если вы, если для вас это не профессиональная работа, то ваша вероятность преуспеть в трейдинге примерно полпроцента. Ну, как сказать преуспеть, это именно преуспеть-преуспеть, чтобы прям жить с этого. В реальности примерно 95% людей торгуют в минус, 5% людей торгуют, ну, там, около нуля. И вот из этих 5, может быть, 0,5 торгуют в плюс, который позволяет им как-то с этого жить. Ну, и важный момент, что это точно не работа. Да, если говорить «зарабатывать» на трейдинге, условно-слово «зарабатывать» – это не работа, если исключение только, когда вы трейдер в компании. Когда вы прям пришли на ставку, на зарплату, это исключает, это действительно зарабатывать на трейдинге. Все остальные ситуации, когда вы дома сами там что-то в приложении тыкаете, скорее всего, это казино. Вы можете, вам может повезти, и вы можете внезапно разбогатеть. Вам может не повезти, вы можете все потерять. И вы должны отдавать себе отчет, самое главное. Я не говорю, что это плохо, это хорошо. Если особенно вы получаете от этого радость, кайф, наслаждение, адреналин – это замечательно. Но есть у меня некоторые знакомые там девочки, которые не очень много зарабатывают, у которых зарплата маленькая. Они вложили свои 100 долларов в какую-то акцию и пытаются ей активно торговать, пытаясь сделать из 100 долларов тысячу. И они просыпаются посреди ночи, действительно, проверяют котировки, что там произошло, читают все новости, не спят. И если это в кайф, если человек получает это удовольствие, то это замечательно. Если это страдание, да, и это стресс, наверное, не стоит этим вообще заниматься и даже в это лезть. Но заработать, скорее всего, не получится, просто чтобы вы понимали. Да, важный момент про мошенников. В общем-то, очень много мошенников. Очень много. Самый забавный, который я помню, ну не самый забавный, это вот «Газпром Инвест». Назовалась компания «Газпром Инвест». У них был сайт, у них были страницы во всех соцсетях, то есть там «Фейсбук», «Инстаграм», «Телеграм», все было. У них был колл-центр. И это мошенники, да, то есть. При том, что я на тот момент работал в «Газпром Банк Инвестиций», и очень похоже на название, да. И постоянно звонили люди с «Газпром Банк Инвестиций», и что-то спрашивали. Звонков было очень много в какой-то момент. То есть «Газпром Инвестор» обещал на строительство трубы «Северного потока-2» вы будете получать 30% в годовых долларах. Во-первых, это не такая сумасшедшая доходность, как люди привыкли слышать от мошенников. То есть мошенники-то обещают 30% в день обычно, да, ну или в месяц хотя бы. А тут как бы кажется, что вроде много, а вроде бы, ну, не такая же космическая, может, это все-таки не мошенники. И там всякие сертификаты, лицензии, названия, громкая сайт, все же есть. Но в реальности мошенники. Понять, что передаем мошенники, в реальности не так-то просто. Это достаточно сложный процесс. Но нужно с ними просто пообщаться подольше и узнать, что хотят. Ну, например, в Москве было много компаний, довольно известных на слуху, у которых была реклама, у которых был офис Москва-Сити, был там Global FX, какой-то там Global Trade, что-то там еще. И даже была компания под названием QBF-брокер, у которой была лицензия Центрального банка, у них все было, в итоге их закрыли за мошенничество. То есть, получается, что, ну, чтобы у вас, чтобы не попаться к мошенникам, наверное, придите просто в компанию с большой историей и не вкладывайтесь туда, про что вам сами звонят и что-то предлагают. То есть, если вы получили звонок, рассылку, письмо, еще что-то, и вам предлагают вложиться, наверное, не стоит. Даже если написано громкое имя, там написано Каспий-банк предлагает вложиться в строительство нового сервера, доходность 100% годовых. Ну, скорее всего, это тоже мошенники, хотя бренд известный, потому что, ну, кто-то просто подделал, подделать бренд не так-то сложно. Зачастую мошенники прикрываются известными брендами и защититься, ну, не так-то просто. А если это неизвестный бренд, а вообще какой-то no-name, говорят, что они зарегистрированы на каких-то островах, и у них есть лицензия страны, про которую вы никогда даже не слышали, в целом, наверное, стоит задуматься. Вот, некоторые эти проекты живут годами, да. Недавно, кстати говоря, буквально на днях, в России закрылся очередная какая-то пирамида, закрыли. Они привлекли 100 с лишним миллиардов рублей, они собрали, то есть это много, и проработали много лет. То есть они были крупнее, чем там Финика, чем, что там еще известного было, Кэшбери, ну, что-то еще, даже всякие вот эти известные мошеннические пирамиды, они привлекли денег еще больше, чем они. А я их название первый раз прочитал в новости, когда прочитал. То есть почему они привлекли столько денег и проработали столько лет? Потому что они обещали людям ставку там не 200% годовых, а 20%. И они реально выплачивали эти 20% довольно много, пока не набрали кучу денег. Да, и вот, и все. И вот, внезапно. Ну, для примера, компания Мэйдафа, это самый, наверное, известный мошенник в истории, американец Бернар Мэйдаф. Она просуществовала десятки лет. То есть она умерла только в кризисе 2008 года. И там была огромная пирамида, то есть, да, которая давала людям 9% годовых. То есть доходность совсем небольшая, так-то если подумать. И туда вкладывались все американские звезды, банкиры, миллионеры. То есть там список клиентов был сумасшедший. Сам Мэйдаф он был председателем биржи NASDAQ, очень уважаемым человеком на Уолл-стрит. Ну, прям, в общем, все его знали, был богатый, уважаемый. И даже президенты давали ему деньги. И Горбачев ему деньги давал, и Билл Клинтон ему деньги давал, и всякие баскетболисты, в общем, все. А в итоге оказалось, что все это большая-большая пирамида. Его посадили там на сотни лет. И когда слушаешь его там интервью с его детей там или жены, они говорят, мы даже не знали, чем отец занимается. Вот. Примерно, что это мошенник, что отец мошенник. При том, что он этим занимался 50 лет примерно. Может быть, действительно не знали. Поэтому зачастую даже те, кто работает в этих пирамидах, сотрудники, они в основном не знают о том, что они работают на мошенниках. Они убеждены, что они работают в нормальной компании. Они могут называть себя как угодно. Вот. Могут называть себя фондом. Могут называть себя просто какой-то компанией. Могут называть себя просто проектом. Ну, то есть, название бредовое. Ну, самое первое, на что я обратил внимание, это на доходности. То есть, если вам предлагают доходности сильно выше рыночных, обязательно задумайтесь. Что такое рыночная доходность? Это доходность по вкладу в банки. То есть, если вклад в банки дает вам 15% тенге, то 30% тенге – это очень много. 20% тенге – это уже сомнительно. То есть, стоит напрячься. То есть, если вклад в банки дает 15%, вам предлагают 20%, ну, чуть-чуть напрягитесь. Это может быть не мошенники, но чуть-чуть напрягитесь. То же самое в рублях. Если вам предлагают в рублях 15, тоже напрягитесь. Может быть, это не мошенники, может, это все нормально. Но уже стоит напрячься, уже стоит изучить вопрос детальнее. Ну и диверсификация. Диверсификация, диверсификация, диверсификация. То есть даже если то, во что вы вложитесь, обанкротится, исчезнет и все деньги сгорят, если там только небольшая часть ваших денег, то ничего страшного не произойдет. Если смотреть с экономической точки зрения, вот чисто прям отбросить вообще все там нерациональные доводы, смотреть чисто на деньги. Самая лучшая инвестиция, как оказывается, инвестиция не в себя даже, а в детей. Почему так происходит? Потому что дети – это производители ВВП. То есть за свою жизнь они успеют заработать какое-то количество денег, успеют потратить какое-то количество денег. И получается количество денег, которое ваши дети заработают за свою жизнь, будет наверняка больше, чем то количество денег, которое вы в них вложите. Да, вы от этого можете вообще ничего не получить, но если смотреть чисто экономически, то есть экономисты смотрят все-таки на вклад, как сказать, общий в мир. Получается, что общее мировое богатство увеличивается. Вложение в себя, получается, тоже условно увеличивает общее мировое богатство лучше, чем вложение в банк. Поэтому инвестировать в себя экономически в целом выгодно, но не факт, что вам инвестиции когда-нибудь вообще вернутся. Ну, также выгодно инвестировать, в принципе, в любых других людей. Не только в себя, а в целом в человечество тоже выгодно, потому что это увеличивает общее благосостояние всего народа. Что из этих советов я бы отметил? Ну, наверное, начните с малого. То есть это то, что многие боятся делать. Многие люди считают, что инвестиции – это сложно, надо много денег, что нужно в этом как-то разбираться. И вообще, какой из меня инвестор? Я вообще деньги люблю тратить, а не зарабатывать и копить. Ну, то есть все эти мысли, они, конечно, могут у человека в голове сидеть, но просто начните. Вложите любую копейку в любой инструмент. В реальности, опять же, если вы вложите по 100 долларов в 10 разных инструментов, в разных продуктов, ну, не знаю, там, вложите 10-100 долларов в акции, 100 долларов в облигации, 100 долларов в недвижимость, если найдете такую, там, 100 долларов на вклад, на золото купите на 100 долларов, другу дайте, в конце концов, да, и там себя вложить не забудьте. И посмотрите, что из этого окажется выгоднее всего, и вы поймете, что в реальности выгодно почти все. То есть во что бы вы ни вложились, скорее всего, эффект будет. Просто он будет везде разный, в разное время будет разный, но нужно это попробовать, нужно это понять. И это затягивает, знаете, инвестиции – это как наркотики, да, то есть они затягивают. Чем больше человек вкладывает, тем больше ему хочется вкладывать. И для многих, вот, особенно, кстати, девушек, это, например, вот, кто любит онлайн-шоппинг, они поначалу онлайн-шоппингом занимаются в Каспии, покупают что-нибудь, а спустя какое-то время они начинают уже покупать себе акции, также выбирать, они как-то превращаются в другой шоппинг. И это тоже весело. И со временем люди втягиваются, только в той ситуации, когда люди покупают акции, у них, там, через пять лет что-то будет, а когда они покупали себе, там, новую сумочку, ну, сумочка износилась и выкинулась, особенно если ей никто не пользовался. Вот, поэтому обязательно начинайте с малого, практикуйтесь больше, и, в принципе, вы поймете, что инвестиции – это весело и круто. Ну, остальные пункты, наверное, тоже важны. Вот, еще сфокусируйтесь на девятом пункте, то есть не вкладывайте больше, чем можете себе позволить. Есть много неудачных кейсов. Я помню, когда работал там аналитиком, был один клиент, который, не знаю почему, но он все время мне звонил. Это был 18-й год, и он покупал акции компании Tesla. В 18-м году акции компании Tesla весь год росли. Они росли очень сильно, то есть, ну, не прекращаясь. Он все время покупал, 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 но каждый раз, когда он мне звонил, причем он звонил мне на мобильный, я не знаю, где мой номер достал, он мне все время жаловался, что он терял деньги. Он говорит, я вложил тут 10 тысяч долларов, у меня осталось 5, что мне делать? Я говорю, ну, не торгуйте лучше, оставьте, отдохните. Он звонил мне через неделю, говорил, я тут достал еще 10 тысяч, закинул, что купить, что сделать? Я говорю, отдохните, подождите, ничего не делайте. Хорошо, хорошо. Через месяц приходит, говорит, я опять на все деньги купил Tesla, и опять потерял половину. В моей голове это не укладывалось, потому что Tesla все это время росла, как он мог терять. ну, как, она растет же не вот так вот растет, она вот так растет, зигзагом. И как оказалось, он все время, то есть покупал 10 на этой части зигзага, продавал на этой части, покупал здесь, продавал здесь, и получается, он каждый раз терял на этом движении, несмотря на то, что бумага росла. И в итоге это пришло к тому, что он потом пропал на некоторое время, и через несколько месяцев снова появился, и говорит, меня тут с работы уволили, и с женой разрушу сейчас. Вот, мне нужны, типа, вот пришел отыгрываться, условно. История довольно грустная, но главный ее вывод в том, что из-за того, что человек слишком сильно увлекся, ну, вот этим казино, я так это называю, то есть именно трейдингом, торговал активно, он потерял работу, жену, психическое состояние, ну, то есть он потерял очень много чего в жизни. Поэтому очень-очень важно это торговать только, ну, как вообще, вкладывать в любую актив, только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Если вы купили недвижимость, и она внезапно сгорела, в физическом смысле, это очень-очень плохо. Если вы купили на нее 33 года, это совсем драма. Вот, если вы вложились, там, не знаю, всего лишь на 100 долларов, ну, не сносно даже, ладно, выложились, допустим, на 1000 долларов, на 5000 долларов, но при этом у вас доход есть нормальный, который позволяет вам жить, и потеря этих 5-10-100 тысяч долларов для вас не критична, она не ударит по вашему образу жизни, по вашему психическому состоянию, то, разумеется, продолжать этим заниматься. Это круто. И со временем вы разбогатеете. И опять же, есть множество других людей, которые просто баловались поначалу, баловались, 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 что-то покупали, продавали, опять же. Но у них история сложилась наоборот, очень-очень позитивно. Их капитал прирос в разы. Ну, например, да, вот если даже брать свою собственную историю, то есть, вот в прошлом году, когда там все упало, ну, я достаточно успешно на этом торганул, и с тех пор, в принципе, я не работаю. То есть, да, уже прошло почти полтора года, я путешествую, посетил там 10 стран, сейчас здесь, в Алма-Ате. И все это время я не работал, и я никогда даже не испытывал никакого стресса по поводу того, что денег нету, потому что в целом я знаю, что вот я сделал какую-то сделку, у меня, в принципе, есть какие-то накопления, и все хорошо. Просто для того, чтобы совершать такие сделки, нужно чуть-чуть научиться, потому что первые несколько лет я тоже торговал в минус, тоже вкладывался во все подряд, тоже совершал действия неадекватного характера с точки зрения именно психологии. Но это прошло. Но на то, чтобы научиться, нужно время. И мне нужны деньги. Если у вас есть сразу миллион долларов, и сразу что-то вложили и потеряли даже половину, для вас это может стать катастрофическим ударом. Но если у вас есть только тысяча долларов, вы вложили и потеряли половину, ну ничего страшного, вы заработаете еще. И как раз пройдут вот эти годы, когда вы наберетесь опыта на небольших деньгах, когда вы наберетесь навыков, и важного места создадите вокруг себя какой-то комьюнити, то есть будут люди, с которыми вы можете посоветоваться, пообщаться, и тогда у вас все получится. Допустим, если у вас есть деньги, которые вы хотите во что-то вложить, условно, фондовый рынок, пройдитесь по разным брокерским компаниям, ну, по всем, что есть. Ну, физически просто пройдитесь ногами. Ну, допустим, можно сказать, Халык, Джусан и Фридом. Наверное, в Алма-Ате это все три компании, я больше не знаю. Пройдитесь ногами и поговорите с специалистами из этих компаний. Вы можете задавать им одни и те же вопросы и послушайте, что они вам отвечают. Если их мнения расходятся очень сильно, вот прям противоположные друг от друга, стоит усомниться. Вы можете всегда найти независимого конкурса в интернете. Мне кажется, их достаточное количество. Не знаю, правда, как определить хорошего от плохого. Почти невозможно. Ну, опять же, да, есть большие чаты профильные. Особенно по всяким образовательным, которые не из курсов, а из которых серьезного образования. То есть, если есть люди, которые учатся прям в серьезных заведениях, они там постоянно что-то друг с другом обсуждают. Если вы там зададите вопрос, о нем скинут ссылки.